всем привет дорогие друзья в этом видео мы с вами едем из анкары в стамбул на скоростном поезде сейчас я нахожусь на железнодорожном вокзале покажу вам чуть позже как он выглядит ехать мне 4 часа билет стоит обычный билет стоит 70 лир а билеты бизнес-класса вагоны бизнес-класса я вам покажу еще покажу вам как выглядит поезд но вы можете увидеть предыдущих видео они в описании поэтому сейчас покажу вокзал бизнес-класс стоит 100 лир анкара стамбул и покажу вам сейчас вокзал и мне нужно уже бежать на посадку посадка начинается за 25 минут до отправления это новый железнодорожный вокзал с этого вокзала также уходят поезда обычные поезда не скоростные вот так вот выглядит вокзал на первом этаже вход дальше идут кассы на втором этаже на третьем этаже магазины и на четвертом этаже вот такие вот кафе в общем я сейчас бегу на посадку и встретимся с вами даже голуби летают видели встретимся с вами на вход вход на перрон по паспортам или удостоверениям личности и наш поезд уже стоит я нахожусь первом вагоне вот так выглядит наш скоростной поезд я взяла первый вагон билет вот так вот друзья выглядит наш поезд наш поезд это старый поезд выглядит он таким образом новый поезд новая модель стоит напротив на обоих поездах мы уже ездили и всегда вам советую брать билет в первый вагон стоит 100 лир вагон эконом класса всего 70 но бизнес-класс всегда лучше чем в эконом как я вам говорил раньше советую покупать билеты бизнес-класс потому что здесь еще и кормят сегодня нам дали сок я его уже выпила и дают вот такие вот наборы можно выбрать сэндвич или печенье здесь есть вода сэндвич и вот такой вот кекс ну и конечно же салфетка для рук в общем друзья очень комфортно очень комфортно путешествовать в турции по на поездах в описании смотрите ссылки на предыдущее видео ну а мне счастливого пути и конечно же вам когда вы приезжаете в турцию обязательно путешествуйте на поездах наконец-то доехала до стамбула спустя 4 часа но на самом деле это была очень комфортная поездка я переделал все дела которые я не успевал раньше в общем нас накормили напоили ну и сейчас остался час через час приедет айхан на поезде испонии и поезд нас уже видите отправляется дальше и я буду ждать айхана и потом мы поедем в нашу гостиницу сейчас спустя час айхан приехал и сейчас уже практически 50 минут мы трясемся в маршрутке знаете почему потому что свои индика 11 часов заканчивая ходить в метро в общем мы все таки решили вызвать такси и доехать от кадыкёя до таксима на такси потому что сейчас ночь но в общем чтобы не ехать на метро пусть это очень долго потому что мы тоже уже устали поэтому сейчас поедем в такси и потом оставим вещь в отеле и пойдем кушать айхан наслышан устал? да я тоже устал но на самом деле как я вам говорила для меня время в поезде прошло очень быстро потому что переделаем все скидло а сейчас мы едем на маршрутке в сторону кадыкова и знаете о чем подумала что мы приехали на пендик в пендик на экспрессном поезде я даже подумала о том что от пендика можно было быстрее доехать до аэропорта и оттуда поехать уже на трансфере хаваш до такси поэтому едем сейчас мы с айханом стоим ждем такси сейчас уже пол первого ночи и друзья стамбул это просто город каких-то бесконечных дорог от станции от железнодорожного вокзала до станции метробуса вот сзади меня станция метробуса мы ехали час и знаете что в бесконечном стамбуле час маршрутки проходят как будто я не знаю 5 минут поэтому мы сейчас наше такси приехал мы с вами выезжаем мы оставим свои вещи в отеле сейчас час ночи и идем это кстати тоже отель в котором я остановилась прошла с тобой сейчас идем с айханом что-нибудь покушать это не особо проголодалась а вот он пусть и поезда очень и покажем вам ночной такси в это позднее время я еще сама никогда не было в такси и поэтому мне тоже очень интересно стамбул никогда не спит друзья даже в час ночи посмотрите какое здесь движение а цветочный рынок открыт открыт даже ночью кстати на улице достаточно холодно айхан каждый видишь ахан говорит градусов 15 16 мне кажется градусов может быть мне кажется ахан чего он бишь алмаз не 15 точно мне кажется градусов 7-8 может быть но не точно не 15 то что прям нос мерзнет и лучше в общем мы идем все вот так вот выглядит истекляль час ночи веселье продолжается истамбул не спит друзья молодежь развлекается настало утро в стамбуле настало утро и мы сейчас отправляемся по делам немножко прохладно но очень классно потому что солнечно прошлый раз я останавливалась вот в этом отеле а сейчас мы находимся напротив четыре дня четыре дня три ночи в отеле 450 лир на двоих здесь 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 летом уж классно потому что видите есть такая виноградная лоза и можно отдыхать на балконе пить чай кофе по утрам вот так вот выглядит обычная стамбульская улица в районе площади такси с перепадами высот где-то очень даже большими и вот эти вот дома они там вот видите один 1234 рядом прям вот такие вот малюсенькие дома и они на самом деле очень узкие сейчас вам покажу вот я стою здесь и буквально напротив айхан привет айхан привет привет и буквально напротив тоже окно то есть дома очень-очень узкие и у нас вот такая вот комната не обращайте внимание мы собирались в собирались идти на улицу есть небольшая кухня ну и комната вот такая вот комната конечно не супер люкс но знаете в этот раз в районе такси ма по приемлемой цене мне не удалось найти отель который бы мне понравился поэтому я позвонила ребята вот из этого отеля в котором я была прошлый раз и попросила их побочь мне найти место в отеле они сказали хорошо у нас хотя на сайте у них было все забронировано и они сказали хорошо мы постараемся перезвонили через пять минут сказали мы для вас нашли одну комнату поэтому идем гулять по стамбулу надеюсь я покажу вам что нибудь интересное либо в этом либо в следующем видео потому что сегодня у нас день посвящен тому что мы занимаемся в основном только нашими делами ну и возможно сходим посмотрим какую-то достопримечательность вот наша дверь и вот такие вот видите чуть сама не упала вот такие вот маленькие и узкие лесенки в этих домах потому что сам дом буквально шириной но я не знаю вот здесь вот дверь ну четыре может быть я не знаю ну шесть-семь метров то есть очень-очень маленькие узкие дома здесь в этих домах конечно же есть газовое отопление все спрашивают о том как отапливаются дома в алании вот в алании кондиционерами здесь тоже есть кондиционеры и конечно же газовое отопление в аланию тоже обещают провести газовое отопление но когда это будет неизвестно вот они старые турецкие стамбульские дома очень красивая архитектура прям так вот очень аутентично даже вот на такой маленькой улочке очень много магазинов и лавок где можно купить различные фрукты овощи воду соки вот видите они практически в каждом доме вот так вот выглядят улицы видите какой перепад высот в этом видео я вам показываю как эта улица выглядит ночью ну а вот так вот она выглядит днем вот так вот выглядит площадь такси утром очень много такси ну и сейчас мы с Айханом отправляемся на станцию метро и поедем уже в сторону Шишли по нашим делам календарь маленькие улочки Стамбула и от таксима от Истекляль по этой улице мы сейчас спускаемся вниз до трамвая на котором мы с Айханом уедем прямо до площади Султана Ахмед и далее отправимся в дворец топ-капу я хочу посмотреть на алмаз кашикчи а здесь есть ателье где делают вещи ручной работы и сейчас здесь кафе и ресторан открыто 1885 году арт крафт 150 лет или 150 лет этому ателье и здесь про их проходят также мастер-классы когда вы бываете в стамбуле обязательно заглядывайте в самые потаенные улочки потому что именно на потаенных улочках вам откроется вся красота стамбула и все его тайны конечно же дорогие друзья на этой прекрасной ноте мы с вами прощаемся сайхана и конечно же подписывайтесь на наш канал приезжайте в аланию в стамбул в турцию ну а мы пойдем по нашим делам и встретимся с вами в новом виде всем всего хорошего пока пока